В эти святые дни, братья и сестры, служба говорит сама за себя и облегчает труд проповедника. Можно не проповедовать в эти дни, поскольку само богослужение насыщено одним смыслом, пустотой гроба Иисуса Христа и его пресносущной жизнью, поэтому можно не утруждаться. Разве что вот только ради встречи после перерыва, некого опять прихода послужить в этот святой храм, можно почтить праздник и кратким словом. Я хочу обратить ваше внимание на Прокимин, который сегодня произносился, это Третий Глаз. Прокимин Третьего Глаза. Поете Богу нашему, поете, поете Цареве нашему, поете. Вообще Прокимин это предваряющий стих, избранный из псалтири, как правило псалтири, который предваряет чтение Священного Писания, или Нового Завета, или Ветхого Завета. Прокимин задает тон чтению и формирует уже, так сказать, готовность к тому, что будет читаться. Я прошу вас быть внимательным к этим мелочам, потому что это не мелочи, а это очень драгоценные вещи. И любители Священного Писания находят в этих отдельно взятых строчках, кратких, для себя большую пользу и радость. Итак, Прокимин, поете Богу нашему, поете, поете Цареве нашему, поете. Четыре раза повторяется в повелительной форме глагол петь. Поете Богу нашему, поете. Там стих Прокимину, воспликните Господи вся земля, призыв такой прославить Бога по всей земле. Что есть пророчество о необходимости проповедовать Евангелие всей твари от конец до конец вселенной. Ну а вот мы с вами поговорим об этом повелении четверократном. Поете, 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 поете. Нужно сказать, что кроме церкви почти не осталось мест, где поется нечто, касающееся души. С одной стороны, поют везде и всюду. Тишины трудно найти человеку, допустим. В магазин зашел, там играет музыка. В такси сел, играет музыка. В маршрутку сел, там музыка играет. В метро музыка не играет, но там с наушниками сидят люди и слушают музыку. И музыкальный фон постоянно присутствует в жизни человека. Только это не та музыка. Как правило, чаще всего, то есть редко кто слушает, например, Мусоргского или Битковина, одевая наушники, слушают какую-то такую ритмическую пошлятиру, которая не назидает душу, но еще больше раздражает ее. И не дает человеку отдохновения. Вообще пение, цветы и дети, это те вещи, кто напоминает нам о рай. Что от рая осталось на исковерканной земле? Детский смех, красивое пение и цветущая природа в своей неполоманной красоте. Вот распускающийся цветок, беременная женщина, детский хохот, заливистый такой, когда ребенку не страшно, он окружен комфортной атмосферой и хорошо ему. Вот это и пение. Это, собственно, единственный вид искусства, которое можно забрать на небо. Потому что на небе спасенные будут петь. Вот архитектор на небе строить ничего не будет. Он на земле будет работать, так сказать, с циркулем, отвесом, молотком, резными инструментами. А на небе он уже ничего не вырезать, ни строить, ни копать, ни заливать бетоном не будет. Точно так же и художник все кисточки свои на земле оставит. И рисовать ничего на небе тоже уже не будет. Очевидно, без фотоаппарата и киноаппарата останутся фотографы и режиссеры, и никакую ленту новую снимать на небе не будут. А вот петь люди будут. То есть единственный вид искусства, который можно взять с собой в вечность, это пение. При этом нужно отметить, что пели люди всегда в самые торжественные, самые скорбные моменты своей жизни. Пели, собирая урожай. Люди пели, заплетая или расплетая косы девицы перед свадьбой и облачая ее в белое подвенечное платье. Люди пели над мертвым, особенные песни, мертвенные, погребальные, скорбные песнопения. Люди пели, собираясь на войну. Люди пели, возвращаясь с победой. Люди пели, когда уходили в плен даже. У нас есть псалом в псалтире на реках Вавилонских. Это песни евреев, уходящих в плен. Люди даже, уходя в плен, умудрялись петь. Сегодня мы почти не поем. Вот у Пушкина, помните, в Евгении Онегине, там есть такая песня девушек, собирающих ягоды. Там барыня приказывает им петь, чтобы барской ягоды тайком уста лукавые не ели. И они ягоду там собирают, землянику или что. И должны петь в это время, чтобы, значит, не жевать. Чтобы, так сказать, барыня таким образом защищает себя от потери продукта. Но люди и так пели, когда работали. Люди, когда пахали, пели. Когда убирали, значит, на сенокосе, пели. Там бабы связывали снопы, пели. Шили, значит, или пряли, там, или ткали длинными вечерами зимними. Пели. Над люлькой пели. Везде пели. Конечно, в церкви пели. А как нельзя в церкви? Петь не хорына, значит, пели в церквах. А народ становился и на свои места, значит, и одними устами, одним голосом пел Богу. Это то, что у нас вымыто многими столетиями секуляризации и изменения церковного образа жизни и сознания нашего. То, к чему постепенно нужно возвращаться. Например, за работой мы не поем. Я себе не то, что трудно представляю, как раз представляю это очень хорошо. Но я очень редко видел, чтобы люди пели за работой. Вот штукатур, например, штукатурил и пел. Или, например, там, дворник, чтобы он подметал и пел. Ну, про себя там, под нос себе мурлыкал какую-нибудь незамысловатую, какую-нибудь приятную для души мелодию. Или, чтобы там мама, например, там хозяйка в доме зашивала там носок, штопала там сыну. Или чистила картошку, посуду мыла и пела. Редко. Это очень редко. Это говорит о том, что душа покрылась какой-то пылью, душа скукожилась. Потому что непоющий человек одновременно, собственно, это человек унылый, уставший. Такой, значит, человек, находящийся в таком печальном состоянии. То есть за работой мы не поем, за столом тоже не поем. Потому что мы не знаем песен. Редко-редко где-нибудь найдешь в какой-нибудь компании, за трапезой на дне рождения, на каком-нибудь празднике, людей, которые знают песни и могут завести, и могут потянуть мелодию правильно, и за собой, значит, повезти других желающих, и украсить трапезу пением. Нет. Наши застолья это жрачка и пьянка. Молчаливая причем. Или когда развязываются языки, тогда говорится такое, что нужно святых выносить. А вот вам замена, замена идиотизма повседневному бытовому. Надо учиться петь. Пойте Богу нашему, пойте, пойте цареве нашему, пойте. Кто знает из нашего многомиллионного, этого огромного народа, допустим, те песни надгробные, которые можно пропеть на могиле близкого человека. Мало кто что знает. Вечную память и то не каждый подтянет, и то не каждый знает ее слова и мелодию. Кто знает, например, какие песни можно спеть, допустим, там, ну опять-таки за рак, вот дальнобойщик, например, едет там сутками, сутками, неделями, месяцами, ты только и делаешь тупое, что тебе еще делать, как киргиз на верблюде, значит, такое. Что вижу, то пою, значит, такое. Но нет и этого. Радиола играет, а человек молчит. Поэтому это вроде бы простая вещь, но она очень важна. Народ, переставший петь, это народ, находящийся на грани исчезновения. У нас есть певческие такие, например, грузины, например, там, или там кто-то еще, такие кавказские народы там, да и мы тоже такими раньше были, все были певучие. Там по-своему пели казаки на раздолье жившие, видевшие широту степную, там, и гладь речную, по-своему перели люди, живущие в горах и поля обрабатывавшие. Вот это нужно возвращать. И с каждой, значит, с каждой темы надо брать для себя какие-то практические выводы. Практические. Значит, в практическом смысле я бы хотел, чтобы вы подумали над тем, чтобы обогатить свою память знанием церковных и народных песнопений. Это очень нетрудно сделать нашу информативную цифровую эпоху. Это можно все накачать, купить, приобрести, услышать. Все это на магнитофоны, на флешки, в телефоны, везде там можно набрать этого всего. И потихоньку подпевать за поющим магнитофоном. Вот, допустим, чем бы ты дома не занималась или не занимался, вот столяр, например, там, человек работает в столярной мастерской. Или человек, там, скажем, там, зубной техник, он коронки делает, сидит, например, там, готовит что-нибудь для заболевшего зубами человека. Или ювелир, например, такая сидячая, кропотливая, тонкая, сложная работа. Только, да включи себе что-нибудь, херувимскую песню какую-нибудь, и подпевай ее потихонечку. Включи себе что-нибудь еще и подпевай потихонечку. Сколько? Это очень просто. Это будет исполнение заповедей. Пойте Богу нашему, пойте. Пойте цареве нашему, пойте. То есть четыре раза повторяется повеление от царя Давиды. Там еще говорится, яко царь всей земли, Бог, пойте разумно. Там еще там дальше говорится в псалме. Прокимин этого не говорит сегодня, но псалом, из которого Прокимин взят, он говорит, пойте разумно. Что такое пение вообще? Открывание уст и движение языка при пении – это указание на умный вопль внутри. Так говорит один из восточных аскетов. То есть уста поют тогда, когда сердце или плачет, или радуется. Потому что есть песни скорбные и есть песни торжествующие. В воскресенье Христов увидев, что торжественная песнь по Евангелии, скажем там, а вот, допустим, благословенный си Господи, тропари, например, на погребении, там, на панихиде. Это скорбные песни, которые приличны, например, на кладбище, там, или в сороковый день, там, памяти об усопшем человеке. Значит, сердце болит или сердце поет, и не могут сдержаться уста. Так же и Господь в Евангелии говорит, что от избытка сердца говорят уста. Сердце полное – уста поют. Сердце пустое – уста молчат. Поет магнитофон. И поет какую-нибудь чушь такую, о которой потом стыдно, собственно, там, ни смысла, ни мелодии. Вот такая практическая вещь нам предлагается с вами для того, чтобы подумать. Я не говорю, чтобы вы сейчас сразу все запели. Это будет такая какафония, это будет такой невообразимый, такой, значит, птичий базар, такой, значит, что это – стоп, 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 тихо, все, молчите, никто не поете, не надо, не издевайтесь над нами. То есть не нужно петь сию секунду. Надо подумать о том, какие народные песни я знаю. Знаю ли я хоть одну песню, которую можно спеть за столом, придя, например, на юбилей к своему товарищу или коллеге по работе. Хоть одну песню. Чтобы другой запел, а я подтянул и слова знал. Если нет, то спешите восполнить эти пробелы. Какие церковные песнопения я знаю? Тропарь Кресту знаю, тропарь Николаю знаю, заупокойный тропарь знаю, тропарь своему святому знаю и кондат или нет. На какой глаз поется? Глазы церковные изучают. Присловно. Оно у вас на ушах навязнет, вы будете большие богачи. Куда бы ты ни пошел, тебе будет хорошо, потому что с тобой всегда будет молитва. Да не просто шепотом или просто произносимая, а молитва поющаяся, как говорит блаженный Августин, влюбленным свойственно петь. И церковь, это влюбленная в жениха невеста, она поет с утра до вечера. И повторяю, что единственное место на земле, за исключением филармонии, где поют приятные песни и полезные для духа, это церковь Божия. Во всех остальных местах звучит неизвестно что. То, что портит нас и не помогает нам, скорее всего, да, потому что те песни, которые поются в ресторанах, кафе и маршрутках, эти песни начали петь люди после грехопадения. Когда описывается в книге Бытия история изобретения цивилизации, то там описывается такая картина, когда люди, выгнанные из рая, уже расплодившиеся на земле от Адама и Евы, они постепенно полюбили землю, забыли про потерянный рай, в который они уже не то, что не хотели вернуться, они уже сомневались, что это вообще возможно. И они стали заниматься разными земными делами. И там перечисляются имена изобретателей, значит, горно-металлургического дела. Там Тувал Каин был первый изобретший, значит, работу с металлом. Там были люди, которые начали пасти стада и жить с ними в одних шатрах больших. Там были люди, которые там еще что-то делали. И там упоминается человек, который придумал цитру и кимвал. То есть первые музыкальные свои, значит, такие орудия были придуманы. И эти скучные песни земли должны были заменить человеку потерянный рай. Что такое земная музыка? Буйная, пляшущая, вихляющаяся, зачастую развратная, пробуждающая в человеке какие-то плотские инстинкты. Это песни, которые стремятся заглушить в человеке тоску по раю. Вот Лермонтова в этом, кстати, писал. Он говорил, помните, по небу полуночи ангел улетел, и тихую песню он пел. О Боге великом он пел, и хвала его непритворна была. Он душу младую в объятиях нес, вью доли печали и слез. И звук этой песни святой там остался в этой душе молодой, без слов, но живой. И звуков небес заменить не могли, ей скучные песни земли. Все, что поется по телевизору, это ужасно скучные песни, у которых только одна цель. Выбить из твоей головы память о небесном Отечестве, и чтобы ты не пел Богу нашему, а пел чему хочешь. С тростям, значит, такой ли это под гитарой, с гитарой под балконом, свои дамы, значит, там, любимые. Что хочешь пой, только не Богу. А Псалом говорит, пойте Богу нашему, пойте, пойте Царю нашему, пойте, ибо Царь всей земли Господь, пойте разумно. И вот нужно этот огромный пласт культуры вернуть в нашу электронно-механическую, эту окислившуюся и провонявшуюся выхлопными газами жизнь. Нужно вернуть песню в жизнь, чтобы мы не умерли, чтобы солдат на привале смог песню спеть. Вот идет, допустим, там взвод молодых солдатиков, значит, песню запевай, и солдатики поют. Потому что с песней жить хорошо, с песней веселее. Нам песня жить, нам песня строй пережить помогает. То есть с песней все возможно. Вот, с песней по жизни, правильно такой был лозунг? С песней по жизни, уже одна песня тебя утешит, когда ты плачешь, другая песня у вас вместе подборит, когда вы работаете. Вот, чтобы вы, дом строят, песни должны песню петь, значит, такое. Собрались там женщины, там стол накрывать на какой-то праздник, там салаты нарезают, там мясо варят. Пусть песни поют. Это жизнь наша. А так вообще-то мы не живем. Мы очень кисло живем. Если бы не церковь святая, мы вообще бы уже поумирали все. И не от болезней, а от тоски и от бессмыслицы. Если бы не святая церковь, уже бы скисла вся вселенная. Потому что нету смысла в ней. Эти скучные песни земли нам не могут заменить этих песен небесных, которые души наши слышали, когда нас приносили в этот мир. Если этой метафорой воспользоваться. Итак, закончим тем, чем начали. Каждый стих богослужения имеет в себе очень важную наполняющую сущность. И надо это все любить, приложить к этому сердце. Вот приложите сердце сегодня к этим простым словам. Пойте Богу нашему, пойте. Пойте Цареве нашему, пойте. Учитесь, запоминайте, тихонько подпевайте, вливайте свой хилый голосок в огромный хор поющего человечества, поющего Богу нашему, Царю всей земли. Аминь. Христос воскресе! Пористос воскресе!